тем не менее вот этот доктор увайдов он сказал с чего все началось ну на самом деле я как бы навел справки почитал действительно это было так то есть где-то более ста лет тому назад два достаточно умных человека одного звали рокефеллер второго звали ротсу они решили сделать так называемый бизнес а вот что они решили сделать они изъяли из всех книг медицинского какого-то содержания из всех учебников и всех библиотек изъяли ту часть где описывалось как человек может быть здоровым не болея то есть закаляйся будь здоров помню у нас там по радио . включаешь а там зарядка у нас была вот все занимались зарядка в определенное время на предприятиях вы помните наверное эти времена когда это было чуть ли не вменялась в обязанность производственная гимнастика производство совершенно верно кстати это было совершенно правильно а то есть физкультура не спорта физкультура это было там ну веком от инфаркта или к инфаркту неважно но в общем-то это 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 было амосов да вспомним так вот когда они это все сделали то прошло время и люди стали забывать о том что действительно можно быть здоровым с того момента началось развитие фармакологических каких-то там предприятий таблеток и так далее все это настолько укоренело за эти сто там с лишним лет в умах населения о том что уже все забыли и для чего это надо и пока игра гром грянет понятно что не произойдет то есть мы должны заболеть вот а потом должны идти лечиться вот только такой процесс мы признаем причем что самое интересно это пота выгоняющая там или причиняющая вот это вот работа потому что уйти у нас же нет больничных как было там в советском союзе то есть если человек уже не пришел на работу второй день ну один день ладно второй день уже на него начинает косо смотреть а потом его возьмут это и выгонят что он делает ему надо напичкаться таблетками пойти к доктору пилюльки ну он нам даст таблетки и мы должны напичкаться этими таблетками после чего мы идем на работу причина естественно не устранена очумелая обалделая потому что наркотики потом мы начинаем лечиться тех сайд эффектов которые мы получили применяя эти таблетки ну и так далее но на михаил мы просто одну секунду прерву дело в том что мы не можем же отрицать что некоторые радикальные вещи и радикальные меды все-таки спасли человечество я имею ввиду например ну изобретение пенициллина пенициллина да совершенно верно то есть послушайте но это ж пенициллин и какие-то антибиотики они без сомнения нужны во первых много чего изменилось кстати во время войны раковых заболеваний не было вообще то есть организм наш работал совсем по-другому но мы сейчас не об этом то есть естественный пенициллин нужен и антибиотики нужны только лишь для того чтобы на первом этапе решить наши проблемы поскольку воспалительный процесс который идет в организме надо все-таки остановить но это нам дает возможность потом задуматься если мы хотим конечно над тем почему он возник вот мы не хотим потому что ну как бы о знаете как система у тебя болит вот там органы у тебя болит так давайте его удалим и все значит нечему болеть понимаете то есть можно идти до абсурда голова болит давайте мы ее удалим и проблема исчезла с другой стороны я видел что такое хирургические инструменты например древних египтян это тоже довольно интересная вещь потому что операции делали то есть какое-то радикальное вмешательство в организм уже тогда присутствовало что-то же они там удаляли раз им нужны были вот эти вот хирургические инструменты я понимаю что не было никакого наркоза тогда кстати вот наркоз еще одна деталь из очень полезной химии как мне кажется для тех случаев когда действительно требуется оперативное вмешательство но тем не менее был была и такая традиционная медицина совершенно незапамятных времен то есть по моему там от второй династии где-то уже мы можем читать даже папирусы каким образом древние египтяне оперативно вмешивались в человеческое тело не только древние египтяне вмешивались вмешивались и если мы почитаем опять то ту самую аюрведу то того самого тханвантари в то время существовало несколько тысяч лет назад делались такие операции которым сегодня даже и близко мы не можем приблизиться какие бы делались операции какими инструментами и это действительно было но повторяю с точки зрения скажем других наук и с точки зрения той же самой аюрведа которая рассматривает человека не только как физическое тело и не как тело энергетическое а еще и тело с чего начали программу в котором находится непонятная многим субстанция которая называется душа что такое карма если мы вернемся к этому допустим карма это причинно-следственная связь то есть считается по аюрведе если человек получил болезнь и чем тяжелее болезнь тем тяжелее прегрешение он совершил прошлом мы можем поговорить о том что потом конечно не сегодня у нас следующая передача скоро там будет будет выйдет в эфир но к примеру что такое аборты аборты это возможность получения потом рака груди у женщин и шансы на это получение если можно сказать это шансы значит увеличивается в 300 раз о том что она может получить рак груди и как это в общем то объяснить за никак это не объяснишь но с точки зрения нашей материальной западной системы науки и так далее но тем не менее все это знали поэтому ну сейчас не будем анализировать и мы сейчас уходим немножко в сторону все таки вы задали вопрос на который надо было бы ответить это интересно это интересно и сегодня мы на практике можем убеждаться о том что есть вещи которые совершенно непонятны их очень трудно объяснить и энергия которых не измеряется в джолях повторюсь мне очень понравился этот человек который пришел к нам и сказал что это за энергия такая короче говоря у нас на территории нашего центра 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 сангеть работает один человек он кореец сам приехал ну понятно откуда он приехал и довольно давно то есть он как бы занимался 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 материальной деятельностью здесь поскольку здесь все занимаются материальной деятельностью очень мало кто занимается и своим истинным предназначением но потом все-таки природа взяла свое и он понял что все-таки его предназначение исцелять людей а с чего началось он рассказывает не буду на этом останавливаться если надо будет мы потом поговорим это не на русском языке кстати он говорит все-таки по-корейски а хотя по английски тоже неплохо но вот он рассказывал о том что в детстве ему родители запрещали громко разговаривать потому что когда он разговаривал тем более там кричал то начинали лопаться все предохранители выходить из строя там всякие электронные электронагревательные там аппараты и короче говоря тогда уже там заподозрили что-то неладное с ним что-то творится что-то происходит но все-таки восток есть восток и они поняли о том что ну как бы они знакомы что такое энергия измеряемая в других единицах и короче говоря вот сегодня этот человек находится у нас на территории вот данный момент данный момент буквально там пять минут до того как мы начали нашу программу пришел к нему пациент если можно сказать применить слово пациент то есть что он делает он не трогает человека но у него есть просто просто совершенно невероятная энергия причем это интересно мы ощущаем это буквально вот сразу сходу то есть он с помощью вот своей вот этой вот невероятной энергии он начинает концентрироваться на том органе или на том месте где у человека это все болит и это место перестает странно но болеть то есть я не хотел бы говорить конечно в эфире каких-то очень серьезных заболеваниях но это происходило на моих глазах и происходит на моих глазах когда люди приходят с очень серьезными заболеваниями потом им делают после определенных вот сеансов количества сеансов которые он там делает этому человеку идут на всякие там кетскены там на x-ray и выясняется о том что вот той проблемы которая была и которая вроде бы никуда не должна исчезнуть шансов как бы нету она каким-то образом рассосалась это 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 удивительно причем интересно что этот человек он делает сейчас я совсем быстренько закончу сразу вот все расскажу он делает это не только один на один то есть есть люди которые звонят на мой мобильный телефон и я понятия не имею я уже стал брать звонки обычно если там как-то не номер не определяется я как бы не беру потому что всякое вы понимаете телемаркетинг но я стал брать сейчас потому что люди стали писать то есть звонят люди из другой страны из европы звонят люди с бывших там саталлистических стран звонят республик и просят с ним состыковаться каким-то образом я могу рассказать как это происходит то есть он на по телефону разговаривает с человеком и он говорит вот я сейчас направлю энергию вот туда-то туда-то вот тут орган ты чувствуешь или нет если человек говорит чувствую значит энергия проходит то есть не почувствовать ну как бы точнее сказать не чувствую если там что-то действительно происходит нельзя потому что как правило это становится или горячо или в общем-то очень и очень холодно просто ледяной холод том органе а возникает это означает что идет вот такой процесс исцеления то есть объяснить это с точки зрения наших там материальной науки и нашего современного образа жизни просто практически невозможно а теперь самый главный вопрос вот я неоднократно работал в эфире с анатолием михайловичем кашпировским и действительно это очень интересные были беседы вот я задавал такие вопросы ну во первых сколько по его представлению должен жить человек он говорит что практически лет несколько столетий человек мог бы жить 450 ну можно да где 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 где-то вот такая вот цифра и звучало примерно вот но тем не менее самый главный вопрос как бы заключается в том насколько пациент готов работать с таким целителем потому что бывает пациент скептики тоже с достаточно мощным энергетическим полем которые просто не пропускают как бы к себе вот это вот то ли то ли человек должен быть абсолютно открыт то ли человек должен абсолютно верить вот этому вот целителю и быть уверенным что именно этот целитель ему поможет потому что я так понимаю что скептически настроенному человеку к целителю приходить просто бессмысленное занятие ну на самом деле здесь два есть момента во первых скажем есть такой человек всемирно известный куда мы ездим достаточно часто которого зовут джан оф гад джон от бога да он находится в бразилии всемирно известные медиум и хиллер и к нему приезжают люди и там происходит ну примерно можно сказать то же самое то есть там идет там духовный госпиталь госпитале и когда я рассказывал первый раз поехал и рассказал своему брату о том что я вот мне будет операция он мне задает вопрос полостная я говорю нет он говорит а какая может быть еще операция то есть в умах людей кроме как человека разрезать так нет других вариантов когда операция сразу в умах возникает разрезать нет можно работать совсем другом уровне и и вот скептики которые туда приезжают а таких людей было немало у них шансы есть немного правда потому что там существует определенное правило что касается человек который скажем с другой энергией которым может не пропускать ну не знаю уж как я не про себя но тем не менее вот со мной кстати он работать не хочет то есть если у меня скажем болит голова он говорит майкл я с тобой работать не могу был такой человек который по моей так скажем рекомендации к нему пришел он кстати вошнтон находится и он с ним по телефону он сказал я с ним тоже не могу работать у него слишком высокие вибрации они не проходят моя энергия не проходит но таких людей было единицы как правило все таки люди люди воспринимают его энергию и он действительно их исцеляет а и он говорит это мой гифт я не могу ничего и не хочу ничего с этим делать меня ничего не интересует и он начинает что самое интересное он начинает свой трудовой день свой день после того как он просыпается он начинает вот таких сессий целительству по телефону то есть по интернету по фейсбук и у него идет шесть семь восемь часов утра это и а то есть пяти утра и заканчивается это все тем же самым то есть семь часов вечера восемь часов вечера девять часов вечера он делает такие сессии то есть человек тайпает да и с я хочу в этом принимать участие и он получает эту энергию причем что самое интересное это он делает бесплатно ну кто хочет дают ему донейшн хотя конечно же обмен энергии должен быть и сегодня к сожалению эта энергия это ну чего любовь можно там я не знаю бублики в виде обмена энергии ну кто чего кто на что гораздо ну или деньги в конце концов в любом случае человечество делится на тех кто лечит и тех кто лечится и тех кто лечит все равно гораздо меньше нежели тех кто лечится у них я сомнения да я я просто хочу поэтому сказать что как говорили вот такие люди появляются все-таки элементы как говорят божий дар хотя я не могу так таким термином как бы оперировать божий или не божий дар совершенно неизвестно но тем не менее люди вот таких вот энергетических способностей они появляются ну хорошо если там один один на миллион может быть вот и это достаточно большая редкость может ли любой человек иметь в себе способности ну хотя бы целительство для самого себя я уже говорю для других что самое интересное да на самом на самом деле мы все как бы целители и было время на земле когда все справлялись со своими проблемами очень просто кто-то конечно и сильнее кто-то и слабее но если мы говорим о том что ну вот сегодня люди исцеляют те которые хотят этому научиться они берут курсы рейки допустим просто как пример там существует несколько уровней и вот они становятся мастерами рейки они могут помогать себе по моему могут помогать другим существует методики особо сейчас об этом говорить нет смысла поскольку это очень долгий очень сложный разговор но если мы возрастимся опять к этому целителю уже были случаи когда и те люди которые действительно обладают какими-то способностями он с помощью опять же своей энергии невероятным образом их усиливает и буквально вот не знаю через может быть пару месяцев он ко мне подошел и он мне предложил и вот через пару месяцев возможно мы такое сделаем он хочет этому обучать то есть он открывает или мы вместе не знаю будет открываться какая-то такая вот школа обучению целительству поскольку это не каким-то образом не теория это только все практика теории здесь вообще никакой нету читать здесь не надо ничего но вот будут приходить нему люди я не знаю на самом деле я только могу представить как это будет я понимаю чем идет речь описать я не могу это должен он описать я вам предложил чтобы он это все описал предоставил скажем ну как бы мне я как бы немножко в этом разбираюсь а потом посмотрим как это будет происходить но идея вот такая то есть люди приходят или они могут приходить физически или они могут прийти на какой-то нам на skype я не знаю какую-то virtual комнату или они могут даже по телефону это делать но наверное все таки физически они должны присутствовать на интернете как минимум и после чего это все будет транслироваться и он будет показывать и рассказывать как это все будет происходить ну и в общем то его он очень востребован на самом деле его вызывают и посылают ну просто на моих глазах это было и он говорит майкл приходит и говорит ты меня извини но меня сейчас посылают вот посылают имеется ввиду помогать какому-то очень серьезному человеку ну как правило потому что ему естественно оплачивают и гонорар там и дорогу и все остальное таким образом но будет интересно очень с ним познакомиться на самом деле вот обратите внимание михаил как мы сказали присутствие физическое хотя бы в интернете да интернет у нас уже физическое присутствие насколько так это в нашу жизнь настолько плотно вошло уже да вот сейчас идет есть такая окулус есть такая компания и вот google уже приобрел такой окулус в общем они создают какую-то виртуальную реальность называется vr virtual reality они создают какие-то вот такие вот ну как мы читали и смотрели эти фильмы научно-фантастические когда человек одевает на себя эти очки подсоединяется ком-то аппарат он попадает какой-то виртуальный мир так что вот сегодня вот эти все прогнозы или вот эти вот фантастические всякие там повести романы они теперь уже стали реальностью что мы хотим в какой-то момент реальный мир перестроиться под эту виртуальность у меня такое ощущение те измерения в нашем сознании которые в результате произойдут они совершат с нами вот такой вот переворот и весь мир мы ощутим уже как как-то как ту виртуальность в которой мы были пока в компьютере да и любовь у нас будет виртуальна у многих так я понял все не так тем не менее говорят конечно не так но тем не менее я вам хочу сказать о том что у нас осталось буквально там несколько минут и вот те кто у нас слушать сейчас в эфире а те кто нас потом будет видеть это само собой у нас будет в эфире очень интересный человек его зовут это болгарин его зовут тодор тодоров и он являлся у банки в течение определенного времени он даже был у нее переводчиком была вся семья его там она с ним неоднократно с ним самим беседовала это тодор тодоров он был участником битвы экстрасенсов 14 напомню там всего 15 было мне кстати интересно все смотрел правда экстрасенсов там было немного и он это подтверждает но тем не менее это интересно достаточно шоу и об интересных вещах говорится а с ним сегодня будет в эфире еще один человек это секрет мы об этом даже не писали вот буквально вот пару часов тому назад я подтвердил ее участие в этой программе она известный таролог она известный рунолог вот это интересно это интересно да потому что это скандинавская традиция это скандинавские руны они оттуда как бы вышли я в этом плаваю вот про таро у меня довольно много книг и довольно таки много колод всяких это как-то понятнее для меня а вот руны вообще нет я чё-то чего-то слышал что-то знаю если кто-то сегодня что-то понимает в рублях то это вообще уникально вот вот именно об этом мы будем буквально через пару минут говорить а